Боевики внутри засели плотно, стены крепкие, ждут, кто решит наступать, встретят из засады. Наши точно в цель. Еще трое в кузов грузовика, тот по газам, только тронулись прямой в кабину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На левом фланге двое. Один на левом фланге. Дергается, встаем. Готовят АПГ, по-моему. На той стороне 10 боевиков. Сразу видно, профессионалы растянулись по флангу. Дергается, пойдет. Допой, допой, допой. Справа. На переднем фланге трое. Кажется, все, не двигаются. Мгновение. Это были так называемые шахиды, вооруженные поясами смертников. Вот видите, что очень хорошо экипированный боевик. Средства связи, радиостанции, оружие, разгрузка. С него извлекает этот пояс самый шахида. Вот шарики, который начинен, пластик, детонирующий шнур, который был выведен, чтобы обезвредить взрывное устройство. Все, этот шум был готов так же себя ликвидировать, но был уничтожен первым выстрелом. То есть, что он говорит, 90 метров и противник. Да. Паники не наступает в такой момент? У противника, да, у нас нет. На шлеме следы от осколков. Мина взорвалась в шести метрах. На столе флаг радных ВДВ, где начинал службу, человек перед ноутбуком, командир спецподразделения Минобороны России. За любую информацию о российском полковнике, разведка ИГИЛ готова платить сотни тысяч долларов. Сколько человек в подчинении, на какой машине ездит, во сколько встает, по каким улицам перемещается, где находится офицер, в большинстве случаев даже жена не знает. Во время всей командировки, а это и 2-3 месяца, и полгода, никакой связи с родными. Из тех, с кем можно связаться, командование и связист в условном штабе. Бойцы почти все время в тылу у террористов. А потому любое излучение от сотовых, планшетов, ноутбуков с интернетом, маяк противнику. Это как выглядит? Они могут находиться в населенных пунктах, как правило, это в населенном пункте. С населением прикрывается? Ну да, прикрывается населением, старается по максимуму избавиться от ненужного населения. А остальное население прикрывается, которое является легко как живым щитом. На изучении местности часто считанные часы. Был уничтожен один из полевых командиров. Он получил информацию, что он перемещается между своими подразделениями в ночное время на автомобиле с охраной. На пикапе как он показывает? Да, он двигается на пикапах, охранение также на пикапах. Вышли на участок дороги ночью, организовали засаду. Сдали две ночи. Он появился только на третью ночь. Они пытались уходить, то есть? Ну конечно, после огневого поражения охранение пыталось оставить свой лидер и отойти. А, бросили лидеры? Снайперами были уничтожены. Это они с группой в ноябре прошлого года искали штурмана, сбитого российского самолета Су-24 майора Константина Мурахтина. Вот кадры той самой операции с беспилотника. Мы были задействованы уже в самом окончании поиска нашего подразделения. Он находился на межпозиционном пространстве между подразделениями Черейской армии и боевиками. Всегда рядом в таких операциях российские снайперы. Крыша, руины. Вот двое обложились мешками с камнями в заброшенном здании. Один наводчик, у него прибор наблюдения с широким углом, то есть на расстоянии километров видит, например, не одно окно, а весь штаб боевиков целиком. Второй стрелок, у него наоборот узкий угол, детально видит каждый сантиметр. На то, чтобы попасть в цель, часто доли секунды, пока боевик проходит в укрытии мимо окна. Снайпера, они сутками ведут наблюдение за позициями противника, выявляют командиров. По характерным признакам, любой командир в любом подразделении, будь то вражеская, связь кому-то ведет себя определенным образом. У него наличие средств связи, обязательно, радиостанции. Он на позиции отдает указания, какие-то ужестикулирует руками. Был момент, когда несколько пулеметчиков противника не давали возможность подразделению сирийской армии занять господствующую высоту. При помощи наших снайперов, они были уничтожены, а сирийское подразделение успешно выполнило задачу. Чтобы пробраться в места, куда без потерь не подойти, жизнями не рискуют. Отправляют так называемых роботов. Управляется с пункта управления. Вооружен он радиотанковыми и ракетными комплексами. Получается, он безопасен для жизни оператора. Оператор на удалении управляет. Некоторые пункты управления боевики разбивают прямо посреди пустыни. Палатка, а под ней катакомбы. Это кадры из тех самых траншей. На такие случаи у наших и приборы ночного видения, и лазерные прицелы. Это только то, что можно называть полное оснащение, военная тайна. Катакомбы на 10-15 человек оборудуются. Соответственно, огневые позиции между собой также соединяются с этими ходами сообщения. Самое главное, это наше техническое превосходство. Мы используем теплозионные комплексы ночью. Наблюдаем, видим. Противник слепой идет, он не видит. Глаза и уши военных наблюдателей выискивают укрытия, взбираются на здание как можно ближе к передовой. Благо, местная архитектура позволяет. На крышах часто так называемый бордюр, за которым и прячутся. Под защитной сеткой наблюдатели сутками высматривают, из какого здания боевики вывезли снаряды, в какое отправили. Как только обнаружили цель, доразведка. Ошибки недопустимы. Дальше в деле наводчики пробираются к цели на расстоянии нескольких километров, залегают где-нибудь на обочине, тут же сигнал летчикам. Соволет на данный момент находится в воздухе. Чтобы было понятно, он кружит в определенном районе и ждет сигнал от авианаводчика. От авианаводчик получил сигнал и он идет на эту цель. Показана работа уже авиации. Это командный пункт боевиков. Это позиции боевиков. Позиции, то есть передовая? Да, передовая. Вот мы просматриваем линию окопов, бруссер, где находится укреппозиция, которая мешает либо наступать подразделениям сирийской армии. Здесь позиция наблюдателя. Наблюдатель ведет наблюдение, корректирует, наводит средства поражения. И наблюдает за результатами поражения. Так близко находится? Почему близко? Это удаление здесь порядка около 7-8 километров. Наводчики, наблюдатели, снайперы, бойцы спецзадач. Прежде чем отправиться на боевое задание, они проходят подготовку и в Сирии, и на секретных базах в России. Операции оттачивают круглосуточно. К операциям в Сирии иногда приходится готовиться буквально по колено в снегу. Но важная особенность, которая учитывается при подготовке, это то, что большое количество военных действий в Сирии происходит на открытой местности. Как здесь, нет даже деревьев, практически незачем укрыться. Вот в данный момент, по легенде, вот в этом здании скрывается главарь бандитской группировки. Вместе с ним несколько человек-охранников. Самое важное, это подойти как можно ближе незамеченными. Дальше на уничтожение террористов. Секунды. Неужели не страшно? Вот по-человечески, вот я спрошу такое человеческое. Людям, которым было не страшно, их давно уже нет. Не боится только дурак. Человек должен совладать со своим страхом и выполнить поставленную ему задачу. Приземлиться на воду, в костюме с аквалангом подплыть к кораблю незамеченным, забраться, каким бы не был высоким борт. С высоты 4 километров прыгнуть с парашютом, в кислородных масках, да еще и с противотанковыми комплексами. По 30 килограммов каждый. Все это для бойцов спецзадач обязательный минимум. Обо всех операциях подразделений докладывают лично министру обороны. Мы ощущаем, что за нами огромное государство, которое, во-первых, нас обеспечило, обучило, оснастило и отправило выполнять задачи. Соответственно, у нас висит огромная ответственность за выполнение этих задач. На нас смотрят, как наши дружественные товарищи из Сирии. Они смотрят просто на нас, как на богов. Думают, что мы там в десятером победим всех. Мы должны все эти задачи выполнять точно вовремя и срок, и с успешным результатом. Героизм, мужество, отвага, полный список заслуг российского полковника не уместить даже в военном приказе. Звони герой России, который присвоен ему по указу президента, говорит, заслуга всего подразделения. Повезло, что командует лучшими. Антон Лядов, Ярослав Борисов, Александр Евтушенко и Кирилл Вячин. Вести недели.